Ровно шесть лет назад, в этот же день, я тоже сдавала ЕГЭ по математике. Для меня это был самый сложный экзамен. И чтобы хорошо его сдать, под пятку левой ноги я положила советский пятачок. И как оказалось, не зря. Давайте узнаем, в какие приметы верят сегодняшние выпускники. Спустя шесть лет, скажу я вам, так ничего и не изменилось. У выпускников популярностью пользуется все тот же старый добрый пятак. Судя по рассказам экзаменуемых, сегодня у каждого второго монета была под пяткой. Еще каждый десятый встал сегодня с левой ноги. Каждая пятая девчонка пришла с немытой головой. А некоторые обязательно положили под подушку шпаргалки. Я знаю, что нужно положить пятачок под правую пятку. Я знаю, что если ты крещеный, то перед входом аудитории нужно перекрестить себя и дверь. Еще я знаю, что чтобы сдать успешный экзамен, нужно заготовки к этому экзамену положить перед сном себе под подушку. Ну, я положила пятачок себе под пятку, также я заготовки под подушку положила и ночью, они мне приснились. Во-первых, выспаться надо хорошо, а во-вторых, ну не знаю, у меня есть счастливая монетка, я ее с собой беру на экзамены. Мне кажется, это поможет. Кто-то на ночь вообще ничего не повторяет. Мне мама посоветовала голову, кстати, не мыть на перед день за экзамен, чтобы знания не вымывать из головы. Не мыла голову? Нет, конечно. А пятак под пятку левую, заходить с левой ноги, встать с левой ноги, ну и шпаргалки затолкать куда-нибудь. А ты сегодня все сделал? Да, я все сделал. Ребята уверяют, все это они уже проделывали, когда сдавали гиа. И, кстати, получили четверки и пятерки. Ради справедливости стоит сказать, среди выпускников нашлись и те, кто не признает никаких пятаков и шпаргалок. Не суеверные они. Если честно, я не верю в примет. А почему? Ну, не знаю, никогда не верил. Вроде сам все получалось всегда. А ты что сегодня сделал? Ничего. Не положил под пятку? Нет, я не суеверный. Суеверный, не суеверный, а на традиционное ни пуха, ни пера все же кричали к черту. Организаторы сегодняшнего экзамена желали одиннадцатиклассникам удачи. Чего и мы желаем. Анастасия Удовиченко, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.